друзья внимание внимание говорит германия это очень интересный ролик такое мне наверное один может пара тройка таких на канале есть я сейчас чисто случайно просматривая старые годичной давности архивчики наткнулся на него же и забыл потому что в основном то вы знаете какая шушера звонит поэтому я категорически рекомендую тот самый конструктивный диалог с коллектором не знаю многие из вас особенно люди которые раньше чем год назад позже чем год назад подписались могли не слышать этого диалога очень рекомендую эксклюзив знаете какой то вообще совершенно актив бизнес collection сработала переадресация ты мне клиента разговариваю точнее как брат клиента но послушайте сами все поймете тут как говорится без комментариев на проводе здравствуйте здравствуйте вас беспокоит помиле на лице санченко специалист административного здания киби коллекшен действующего интереса пола банка формироваться все разговоры могу услышать марину михайловну нет она вышла это брат ее старший очень приятно дата рождения можете назвать ее да ну что вы такое говорите нет не буду называть почему я должен непонятно не обязаны не обязаны согласен я советского множителя в таком случае напишите контактный телефон для нее наш знаете в чем дело она пригласила меня и приехала с другого города как раз таки решать все ее проблемы в том числе финансовые вернее в приоритете финансовые и она в любом случае с вами и с любыми другими кредиторами беседовать не будет устный формат общения поддерживать не намерена она потому что я все таки взял на себя смелость возможности собственно говоря решить все финансовые проблемы в ближайшее время потому что человек должен зайти в новый год без долгов и так я готов выслушать ваши претензии если они у вас есть либо предложения ну вы знаете сообщать сведения брату который условить принадлежность которого мы не можем действительности мы не имеем права весь вопрос в том чтобы вы тогда сами перезвонили нам пока так и коль вы родственник и намерен принять участие вот в этом вопросе регулирование значит в этом случае такая возможность может быть предоставлена но когда вы сами позвоните именно вы позвоните по номеру 8700 а вы немного на себя берете в том числе вы и ваши указание руководства я понимаю но в вашем случае конкретно я с вами беседую вы наверняка должны держать ответ за свои слова вы имеете право вы нам даете вы не подозреваете что эти права вам нам вообще предоставлены конституции и мы имеем право общаться только с банком а не с представителем данном конкретном случае на нарушена дайте договорю нарушена конституционное право моей сестры на неприкосновенность ее личной жизни частной жизни и то что она отдала в банк свою информацию и теперь банк совершенно бесправно нарушил закон о банках и банковской деятельности в частности закон о банковской тайне передав непонятно кому актив бизнес коллекшн который никакого отношения хоть вы сейчас и будете говорить что это дочерняя организация я вас разочарую да есть о актив бизнес коллекшн а есть пао сбербанк две обособленные структуры совершенно разные два совершенно на разных юридических лица не имеющих с точки зрения юридического права никакого отношения друг другу только лишь агентский договор между вами существует хотя и в этом сомневаюсь я и в этом сомневаюсь нет нет договор существует я могу на номер так это ни о чем не говорит номер договора агентского понимаете ну хорошо агентский договор на основании которого вы должны позвонить имеете право вернее позвонить сообщить о долге и намекнуть о возможных последствиях не перегибая палку вот и все информацию и вообще решать какие-то вопросы вам не дает право этот договор просто информационный вот фрагмент не больше и не меньше трубку я вас проинформировал что если вы намеренная как брат вы называетесь родственникам принять участие в решении вопроса вашей сестры финансовую то вам нужно по телефону который я вам сейчас зову перезвонить в нашу организацию а вашу это зачем мне звонить в вашу организацию только лишь со сбербанком в соседней парадной находится ну хорошо таким образом вы в состоянии получается и без развернуть эти вопросы вот именно хорошо что вы это понимаете прекратите названивать моей сестре вот и все это распоряжение какие-либо там прекращение звонков я не помню так вы получаете вообще вот что ли и вас это устраивает значит принимать те или иные решения акционные право руководства я являюсь главным специалистом да какой же вы специалист потому что вы главный вы даже не специалист вы просто человек который передает информацию выражает своим языком звонилка но я слышал мужской голос вас это не озадачивает неужели не нормальная работа для мужика хороший вопрос я подумал над этим только не лукавьте пожалуйста подумайте над этим и перестаньте сами себя позорить прям другого слова не смог подобрать позорить да я вспомнил вы видите вы даже вынуждены максимально корректно и вежливо хотя я подозреваю что вас там ну выворачивает наружу вы хотите что-то сказать но на фоне 230 фсс и чувствуя что с вами разговаривает специалист юридического права вы правильно это ощущаете да у меня 14-летний стаж а я юрист с 14-летним стажем так вот вы хотите что-то сказать а не можете вы больше готовы ну получать какие-то оплеухи моральные нежели сделать попытку вы получаете большинство большинство из каждого ванны в принципе строительные является поэтому действительно следует задумывать так тогда вообще парадокс как вы человеком могущий вот действительно здраво рассуждать причем в единицу времени вот прям сейчас извините за выражение за сленг фильтруя информацию правильно вдруг продолжаете этот разговор я бы на вашем месте я от вас не требую продолжения если вы желаете продолжать мы продолжаем если вы не желаете вы правы положить и я очень продолжаю я такой момент буду продолжать этот разговор потому что таких сотрудников как вы очень мало я надеюсь их еще станет меньше потому что вы покинете этот пост с позволения сказать и найдете нормальную работу хотя бы даже пускай раздавать листовки это более достойная мне кажется работа и приносящая меньше вреда чем работа коллекторам может быть да нет вы будете уверены если что касается конкретно обозначения плюсов и минусов плюсов в вашей работе нет только уничтожение собственного статуса человеческого и стремление обобрать людей где тут плюсы я не вижу я такого стремления не нашу обрать людей да так нет вы может быть этого недопонимаете но вся сущность структура коллекторской конторы любой как бы она красиво не называлась и чей бы дочка или внучкой она не являлась несет в себе лишь только вот эту цель обобрать людей потому что следуя призывам коллекторов человек никогда не вылезет из кредитного времени если не произойдет чудо там клад какой-нибудь на следство от родственников а вот ну тогда и коллекторы не нужны а действуя так как говорят коллекторы человек еще больше в глубь в трясину в болото заползает поверьте я вам говорю как юрист с серьезным стажем и последние четыре года я как раз занимаюсь тем что помогаю людям попавшим в трудно финансовые ситуации именно с банками еще ни один коллектор не спас человека подскажите подскажите какие вы предлагаете пути решения конструктивные законные ну по повышению к примеру вы воротки на должности вы консультируете должников какие мы не консультируем мы работаем хорошо что вы в нашем государстве имеет право не платить если ему нечем это делать потому что в нашей стране нет ни долговой тюрьмы ни уголовного преследования за несоблюдение простых договорных отношений то есть договор кредитный это суть того же любого договора аренды договоры я не знаю можно любые там юридические фрагменты сейчас вспомнить да и несоблюдение условий какого-то договора несет за собой лишь только гражданскую ответственность а точностью наоборот преподносят ваши коллеги не дружащие с головой и не способные размышлять извините таких у вас подавляющее большинство не платить это как бы такой скажем да давайте начнем с самого начала почему происходит эта ситуация да мы сейчас затронем совсем чуть-чуть политику но с позиции морального аспекта банки это все вообще кредитные учреждения кредитные организации это банки они все на иностранном капитале основаны если вы хотите знать или знали может быть но это подтверждение то есть ни один банк даже не зарегистрирован у нас как юрлицо максимум налоговое отчитывается даже центробанк зарегистрирован в соединенных штатах америки понимаете более того банки не выдают настоящие деньги банки не воспринимают деньги как суть купюры они их воспринимают как товар причем товар виртуальный это вот как на песке на пляже взять горсть песка вот так же банк воспринимает деньги они не понимают ценностей этих денег в отличии от людей которые их получают и действительно горбатятся за то чтобы возвратить эти деньги банку еще и с процентами естественно в нашем государстве нереально вы же наверняка знаете закредитованность на четырнадцатый год по данным Росстата сорок восемь миллионов человек имеют проблемную задолженность знаете да вы наверняка знаете да примерно половина транспортного населения до восемь процентов трудоспособного населения вот так это на четырнадцатый год статистика растет вы посмотрите сколько банки выдали в пятнадцатом году кредитов знаете сколько семнадцать триллионов семнадцать триллионов рублей это при том при всем что ВВП страны в четыре раза меньше то есть они выдали несуществующие деньги понимаете а требуют с граждан настоящие живые деньги и люди лезут в петлю люди продают последние несут в ломбарды а как они могли выдать ведь получение кредита происходит при получении наличных костей не всегда не всегда не всегда если вы потрудитесь уточнить сколько выдается в виде наличных а сколько в виде инструмента так называемого банковского пластиковых карт которые где-то они обналичиваются через банкоматы напечатать денежную массу несложно верно чем обеспечить вопрос в том то и дело обеспечивается она чем ничем более того если уже совсем глубоко заходить то то что сейчас мы в руках держим в виде купюр это банковские билеты и написано это банковский билет это вексель друзья мои это вексель когда банк допустим даже если возьмем в гипотезе будет выдавать настоящие деньги то на самом деле он выдает вексель а перед этим берет этот вексель только в нашем случае вообще в электронном виде у центра банка и подписанный договор это простое обеспечение векселя и когда человек подписал договор и передал его сотруднику банка в этот момент банк перед центром коммерческий банк перед центробанком перестал вообще что то где то быть должным вот и все более того опять же ни для кого более или менее сведущего человека не секрет что банк имеет право формировать свой кредитный портфель на основании своего капитала грубо скажем если у банка есть свой миллион он совершенно спокойно может выдать кредитов на 10 миллионов рублей воспользовавшись ресурсами центробанка а центробанку плевать каким образом вернутся деньги через то дышло через которое они вышли извините за такие формулировки через коммерческий банк либо через другие ресурсы через налоги все равно деньги крутятся внутри страны живые деньги поэтому центробанк не коммерческая структура и он списывает коммерческому банку совершенно спокойно если коммерческий банк предоставит документы просто бумажки подтверждающие что он предпринял все возможные методы законные для взыскания долга и совершенно спокойно продолжает взыскивать вот у меня у самого в сбере полтора миллиона три года назад было взято и совершенно спокойно не то чтобы попросил я определенные предпринимал действия чтобы при том при всем что эти деньги были в большей части выплачены но потом знаете да 2008 год начало кризиса и потом два года назад и у нас бизнес немножко пошатнулся вот я был вынужден окунуться с головой вот в эти проблемы да я к удивлению к радости я обалдел когда я понял что ничего никому я не должен мне ничего в буквальном смысле не выдавали и требовать они с меня толком ничего не могут в итоге кончилось тем что банк подал на меня в суд где я полностью убрал всю неустойку совершенно спокойно ну да при определенной юридической компетенции это можно сделать любой человек снизил сумму долга чуть ли не в три раза банк естественно расторг договор со Сбербанком то есть нет договора нет роста кредитной шапки и так далее и тому подобное после чего через судебного пристава стал платить по 500 рублей потому что больше не могу определенные письма всякая вот такая вот собственно говоря переписка меня привела к тому что судебный пристав совершенно спокойно сказал хорошо платите сколько можете платил я ровно 4 месяца после чего судебный пристав мне позвонил я пришел и получил документ о том что кредитор отказался от претензий потому что ему невыгодно получать так 500 рублей он не может в этом случае признать договор безнадежным да и подать в центробанк документы о списании этого баланса отрицательного понимаете ему проще сформировать третье лицо подставное перепродать якобы долг а третье лицо приходит чтобы сам сбербанк не позорился грубо говоря отказывается от претензий вот и все это называется создать условия когда банку выгодно отказаться от претензий вот таким вот образом это выглядит то же самое мы сделаем с моей сестрой я не вспомнил есть другая сторона отрицательной этой системы дело в том что необходимость скажем так шевелиться зарабатывать развивать бизнес усилия и прочее прикладывать усилия по возврату денег что стимулирует это стимулирует снижение активности деловой в данном случае ну можно если то есть общество развитирует на самом себе да и в дальнейшем к чему это ведет это ведет к самоповеданию в системе в общем экономическом так это выгодно это выгодно для банков это выгодно для банков это загон в стол государственный такой знаете это диверсия государственная против населения чем больше человек должен как Наполеон говорил легче всего управлять испуганным стадом верно? так вот вот это вот и происходит с позиции банков то есть банкам самим выгодно получается что человека загоняют в кредитную кабалу выдавая деньги они заведомо понимают что человек не рассчитается в большом ответ случае и вот и получают этот результат а если вы утверждаете что банки заинтересованы может быть вы правильно говорите я даже вас уже не воспринимаю как коллектора я вас нормального как члена общества воспринимаю вот заметили да то есть коллекторами я так бы не разговаривал спасибо вам кстати за то что есть такие еще люди так вот дело в том что если так рассуждать то у нас может произойти революция если мы начнем действенно стимулировать людей к ведению бизнеса к наведению порядка в своем кошельке и так далее но люди в большинстве своем отказываются мыслить и думать как у меня говорит один знакомый поляк в россии достаточно добиев чтобы банковская система просветала дмитрий вот так он мне говорит это европеец человек который достаточно цивилизованной стране живет и пользуется кредитным продуктом под два процента годовых тем же сбербанком в польше много отделений сбербанка чтобы вы знали там два процента годовых это самое высокое а в россии идет действительно диверсия в отношении граждан выдача вот этих денег заведомо понимая что люди не отдадут в той же польше есть производство в той же европе есть производство где люди работают без претензий на коммерческую какую-то составляющую то есть привыкли вставать утром на работу идти вечером с работы и в конце месяца или там в конце недели получать гонорар это тоже это часть общества и ничего в этом плохого нет не всем быть предпринимателями да кто-то должен работать на предпринимателей и сподвигнуть людей там как я считаю кредитами какой-то нормальной жизни нереально мне кажется надо давать больше возможностей тех же недорогих кредитов и идти навстречу по-человечески а не по коллекторски не загонять людей в петлю не давать кредиты людям которые заведомо не могут отдать а давать платежеспособным людям ну это оценки Рийского банка уже это не ну вы знаете даже как бы сейчас сейчас 300 тысяч взять можно с одним паспортом я уже молчу про микрофинансовые организации у меня есть клиент у которого 400 с лишним тысяч только по МФОшкам он просто за два дня прошел пешком через весь город и набрал 480 тысяч по МФОшкам заведомо понимая что отдавать не будет это я это он и не эксплуатировал еще онлайн займы где он еще столько же может набрать вот это на предмет проверки платежеспособности и рисков кредитных учреждений и вот микрофинансовых структур понимаете да это нет но я и не скажу что он кинул с точки зрения простого человека он занимается мошенничеством с точки зрения банка это это очень хорошо для него вот и все для банка то есть сам человек не отдаст деньги но банк не понесет вообще никаких убытков потому что если бы это касалось банка а не МФО да то денег как таковых в природе не существует которые выдали этому человеку с МФО понимаете все намного проще те 2 процента в день которые начисляются в общем в общей массе вот этой всей кучи народа алчного которые берут эти 10 тысяч по 2 процента в день ни о чем не думая естественно слегка и покрывают те деньги которые взял этот гражданин и все бизнес безубыточный пока будет существовать человеческая алчность этот бизнес будет процветать всегда какие бы законы не выходили вот и все так что я не знаю с чего мы начали уже точнее не могу точно вспомнить но суть в том что деятельность банков можно каким-то образом оправдать ну на мой взгляд вообще не подлежит обсуждению дело в том что это глобальный вопрос ну и в формате помощи моей сестре может быть мы к нему и вышли да но решить что-то в этом разговоре наверняка не получится ну во всяком случае мнение у нас может быть где-то пересекаются но мы кардинально разными вещами занимаемся вы взыскали я недостаточно компетентен чтобы молоды сделать ну то есть мы мы пока начали знаете я не знаю что творится в коллекторских службах в частности в актив бизнес коллекшн я не знаю по каким критериям вас отбирают вот кандидатов на этот пост но по-моему с вами ошиблись вы если вас задуло каким-то не тем ветром туда потому что я имел удовольствие не раз разговаривать с сотрудниками актив бизнес коллекшн в основном с дамочками ну там какие-то курицы да с наличием с объемом мозга соответствующим работают как вы там попались как вы там оказались я не знаю что вас вообще сподвигло какие жизненные обстоятельства поверьте ну я сейчас не пытаюсь вас жизни учить ни в коем случае ну вы просто что-то не то делаете во первых вы не получите никакой пользы от этой работы никакого карьерного роста вам не светит но если конечно может быть я сейчас не разговариваю с одним из руководителей руководителей этой организации вот только вот с этой такой скажем так поправочкой если вы простой сотрудник как вы сказали и у вас полномочия только лишь передать информацию я категорически вам рекомендую просто от души уже через минуту после того как мы прекратим сеанс связи задуматься над тем что вы делаете и даже из коммерческих побуждений из тех же алчных побуждений никакого карьерного роста вы там не получите максимум до начальника какого-то отдела но я надеюсь вы человек смотрящий далеко вперед и вам нужно будет что-то своим детям рассказывать чем вы занимались говорить своим детям что вы работали в коллекторском агентстве либо вашим друзьям либо вообще людям которые будут вас окружать мне кажется не совсем хорошо ну не знаю вот так вот еще что-то по поводу моей сестры вас интересует? ну нет нет к сожалению вот согласно требованиям которые предъявляются теперь с этим законом на котором снова например мы не можем беседовать с людьми ну скажем так родственных отношений в которых не установлены я понимаю только на основании 230 фазе только за разрешение самого должника вы имеете право разговаривать в связи с этим как говорится обсудить вопросы ну все хорошо моя сестра отправит все в письменном виде устный формат общения сейчас официальное заявление дело устный формат общения мы игнорируем разрешение на передачу персональных данных третьим лицам тоже отправили разрешение отзыв согласия на передачу информации третьим лицам тоже в банк отправили на основании 230 фазе также мы после нового года когда он полную силу ступит отправим запрет на то что мы отказываемся передачи нашей информации да и вообще не хотим чтобы банк делегировал какие-то отношения третьим лицам мы будем общаться только лишь с банком все на этом приятно было поговорить очень-очень странно в хорошем смысле слова неожиданно желаю вам здоровья счастья и хороших эмоций не связанных с этой работой а связанных с какой-нибудь другой работой спасибо до свидания удачи вам до свидания вот такой диалог друзья ну давайте год прошел я посмотрел 29 декабря 2016 года этот ролик был размещен на канале и вот сегодня почти через год мы его продублировали очень актуально 230 вступил в законную силу работает ну во всяком случае для наших клиентов он работает а почему основной вопрос да потому что законы выпускаются запомните не для коллекторов не для банкиров а для вас с нами чтобы мы учились ими пользоваться что касается данного конкретного человека я имею ввиду клиента то да этот человек полностью еще по моему три месяца назад я поднял карточку произвел крайний платеж и теперь у него естественно есть пожизненная гарантия а сбер подал все-таки в суд на этого человека мы определенные манипуляции провели слушание было заседание было отложено заочно на второе заседание сбер требуемые нами документы просто физически не смог предоставить и в этой связи судья ему отказал в исковых требованиях все более человек никаких официальных претензий от сбербанка не получал но вот еще раз повторю пожизненная гарантия у нас существует и если вдруг сбер в какой-то период времени вдруг решит еще раз обратиться в суд то мы совершенно бесплатно будем обслуживать эту женщину такие у нас вот собственно привилегии для наших клиентов не только по сберу а по всем остальным еще кстати говоря у нее по моему там пять сколько шесть эпизодов было кроме сбера еще из них только два вот сберы еще там один банк подал исковое заявление в суд это альфа банк но там совершенно по-другому все было и мы просто напросто написав возражения отказались от данной конкретной претензии и все и собственно поэтому эпизоду тоже ничего не произошло а вот еще четыре кредитные организации просто не пошли в суд просто поняв что с этим человеком ничего не получится там было две микрофинансовые организации потому что человек когда уже понял что не может платить побежал в эти микрофинансовые организации за якобы помощью которую они якобы оказывают на самом деле еще хуже ситуация становится слава богу человек вовремя сообразил и сделал то что сделал и сейчас получил ту самую финансовую свободу о которой мы говорим главное не испугаться в самый нужный момент и не принять неправильного решения неправильное решение это кредитная истерика обычно вот эти коллекторы подсказывают перекредитуйтесь возьмите карточки с беспроцентным периодом и реструктуризацию сделайте это все красивая дорожка высланная еще более глубокую трясину долгового рабства поверьте мне как опытному человеку здесь без пафоса вам заявляют у нас сотни клиентов сотни и уже ни одной тысячи мы помогли и на данном этапе у нас в обслуживании четыре сотни клиентов которые непосредственно работают с нами вот и наши юристы работают над их проблемами как они раньше думали теперь это все просто-напросто задачи которые имеют свойство быть решенными вот такая вот ситуация да они подают в суд потому что понимают что ничего не получится а как понимают ну во первых и самое главное на мой взгляд это досудебная работа когда мы пишем от имени клиента необходимую корреспонденцию к кредиторам и те просто понимают а там поверьте тоже особенно в банках юристы есть которые заинтересованы уменьшить расходную часть своего работодателя и рекомендуют на определенных совещаниях перестать пытаться взыскать с этого клиента деньги потому что скорее всего не получится потому что действительно человек либо сам поумнел как говорится либо обратился за помощью к знающим людям специалистам и в нашем случае специалистам компании алям вот банки очень спокойно отказываются от претензий им фошки тоже отказываются онлайн займы отказываются потому что им и так есть где брать деньги потому что те люди которые все-таки соглашаются стать под юридическую защиту это такой минимум по сравнению с тем сколько банкиры успешно обрабатывают людей не знающих посмотрите сколько банков везде маленький городочек какой-нибудь маленький поселок и там обязательно будет кредитное учреждение молчу уже о микрофинансовых структурах которые будут предлагать людям деньги которые будут с улыбкой их заманивать в рабство финансовое рабство страна-то огромная людей очень много поэтому поверьте банкиры банкирам и всем вот этим расставщикам есть с кого стричь я вам предлагаю друзья из этих рядов как говорится выйти калитку я вам показал как выйти из этого загона перестать этой послушной отцой быть ну и для вашего удобства сейчас в правом верхнем углу видеотрансляции появится кликабельная подсказка которая сопроводит на вас на наш сайт где размещена презентация как устроена работа кредитных юристов компании аля вот посмотрите вот это подсказочка посмотрите видео на сайте обязательно и уже конечно же принимайте то самое необходимое решение презентация рассказывает подробнейшим образом о том что мы для вас делаем сколько это будет стоить почему это в сотни раз вообще безмерное количество раз выгоднее чем идти на поводу у банков а вы уже сами думаете как говорится включайте мозги ну и по старой нашей с вами привычки давайте вот уж на этот ролик мы разместим все-таки опросничать по пятибалльной шкале оцените пожалуйста данный ролик спасибо вот опросник в правом верхнем углу опять ну а с вами друзья мои был Кузнецов дмитрий центр юридической защиты компании я желаю вам счастья здоровья и финансового благополучия до свидания что вы 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 Субтитры создавал DimaTorzok